Сегодня прошло заседание Межведомственной Трехсторонней комиссии по охране труда. Под председателем заместителя главы администрации Марины Тресковой члены комиссии обсудили соблюдение трудового законодательства в учреждениях города, подвели итоги летней кампании по трудоустройству подростков и несовершеннолетних и наметили планы работы на следующий 2016 год. Подробнее расскажет Дарья Самородова. Сегодняшнее трехстороннее заседание последнее в этом году. Члены комиссии обсудили итоги трудозанятости несовершеннолетних в летний период. Отдел по делам молодежи является уполномоченным органом, который курирует это направление. Подростков в этом году устроили на работу 26 работодателей. В течение летних каникул свои первые профессиональные навыки получили 270 человек. Осваивали они 11 различных профессий. Это архивариусы, делопроизводители, уборщики территории, а также рабочие по выгоустройству города. Кроме полученного опыта, юные работники получили заработную плату. Кстати, на ее расходы из муниципальной казны была потрачена беспрецедентная сумма – 5 миллионов 48 тысяч рублей. Кроме того, специальная созданная комиссия проверяла соблюдение работодателями всех правил и норм трудового законодательства по отношению к юным сотрудникам. Спасибо всем работодателям. Работая с ним не первый год, и даже те, кто в этом году привык к нам присоединиться, они прислушаются к членам данной рейдовой комиссии, стараются своевременно исправить все недочеты и нарушения, которые есть. Речь зашла и о детях-инвалидах, которым также необходимо дать возможность реализовать себя в различных профессиях, получить первый профессиональный опыт. Здесь нужно все тщательно продумать – от спектра специальностей до создания условий для труда. В вакантные места можно предложить, у нас существует квотирование рабочих мест в организациях нашего города, то есть организации специально создают рабочие места для инвалидов, будем рассматривать. Эти места несовершеннолетние могут трудоустроиться как в летний период по муниципальной программе, так и в любое свободное время от учебы, то есть в рамках программы занятости. Ну, о профессиях сейчас, я думаю, что рано говорить, потому что это надо решать более подробно, изучать, и я думаю, это будет положительным опытом в нашем городе. Еще одно из предложений, которые обсудили члены комиссии – поощрение молодых специалистов, которые будут привносить свои рационализаторские идеи в области охраны труда. Проекты должны быть востребованы на рабочих местах и обеспечивать безопасность для жизни и здоровья на производстве или в организации. Это станет стимулом к дальнейшему развитию и совершенствованию системы управления охраной труда в нашем городе. Эти вопросы члены трехсторонней комиссии обсудят уже в новом 2016 году. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».